22 июня, в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в Бресте стартовал патриотический культурно-просветительский проект «Поезд памяти». Он инициирован главами Верхних Палат, Парламентов России и Беларуси, а также руководством РЖД. В воскресенье 26 июня поезд прибыл в Оржев. Маршрут поезда выстроен в хронологическом порядке военных событий. Он проходит по городам Гродно, Витебск, Смоленск, Ржев, Вязьма, Кубинка, Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков-Орша, Могилев, Гомель. В каждом городе для участников запланированы мемориальные и культурно-просветительские мероприятия. Участие в акции принимают 200 школьников от 5 до 17 лет из России и Беларуси, которые стали победителями региональных и общероссийских олимпиад, конкурсов по военной тематике. Среди участников акции и наши тверские ребята, учащиеся в 8 гимназии и средней школы номер 7 Твери. Мы уже были в четырех городах. Это Брест, Гродно, Витебск и Смоленск. Сейчас мы уже в пятом в Оржеве. Было просто очень много эмоций у нас. Просто все города очень красивые. И у нас еще впереди огромный маршрут через Москву, Санкт-Петербург и другие города России. Также мы посетим столицу Беларуси, город Минск и еще несколько областей. У поезда памяти есть свой символ – большой панно с ячейками, который заполняется определенными фрагментами в каждом городе. На станции в Оржеве ребят встретили сенатор от Тверской области Андрей Епишин и Людмила Скаковская. Самое важное, чтобы наши дети знали лучше нас историю Великой Отечественной войны, историю тех трагических событий. Ну и чтобы это всегда учитывали в своей жизни, в своей работе, в понимании того, что происходит в современном мире. Я должна сказать, что сегодняшние ребята, и я вот вижу, общалась и с белорусскими ребятками, и с российскими ребятами, я знаю, насколько они сейчас очень бережно относятся к истории. Как они прочувствовали минуту сегодняшнюю, тот происходящий, такой исторический момент, как мы живем. И я не сомневаюсь в том, что мы победители по жизни, и вот так и будет. Затем участники мероприятия отправились на Ржевский мемориал советскому солдату, где прошел торжественный митинг, и участники возложили цветы к подножию памятника. Для школьников была организована экскурсионная программа и работа интерактивных площадок. После Ржева поезд памяти пройдет еще через 9 городов. Конечной точкой станет Минск, куда поезд прибудет 3 июля.